В целом обсудили вопросы социально-экономического развития области Гродненской. И если мы регистрируем некоторое снижение объемных показателей, на что справедливо указал президент, то при анализе финансовых показателей мы видим, что область работает достаточно стабильно. В очень непростое время увеличилась положительная сальдо внешней торговли товарами до 635 миллионов, увеличилась рентабельность, увеличилась чистая прибыль области и снизилось количество убыточных предприятий. Мы еще раз обсудили, что в условиях внешних шоков удалось все-таки обеспечить стабильную работу предприятий, сохранить рабочие места, обеспечить наличие прибыли, но ни в коем случае нельзя успокаиваться на достигнутом. Надо параллельно, пользуясь вот таким благоприятным финансовым моментом, искать новые рынки сбыта, выстраивать новые логистические цепочки для того, чтобы в идеале до конца года не только улучшить финансовые показатели, но и восстановить объемные показатели работы реального сектора экономики Гродненской области. А то, что касается сельского хозяйства, да, оценили вопросы готовности к уборочной компании. Еще раз было обсуждено и указано на необходимость строгого соблюдения технологий. И здесь я абсолютно согласен с главой государства, который говорит, что в зоне неустойчивого земледелия соблюдение технологий позволяет в хороший год получать хорошую прибыль, а в плохой год плохую прибыль. Но недопустимо, когда в хороший год мы получаем маленькие убытки, а в плохой год большие убытки. Что технология в сельском хозяйстве, это сейчас основа всего, которая позволяет не только обеспечить продовольственную безопасность страны, с этим вопросом наши агарии уже справились, но и повышает экспортный потенциал нашей республики. Естественно, тема касалась и в начале разговора на это указано, ход строительства онкодиспансера Гродненского и строительства других социальных объектов. Хочу сказать, что за полгода бюджет Гродненской области исполняется с профицитом. Растет наполняемость бюджет, что позволяет в полной мере выполнять все социальные обязательства перед нашим гражданом. А благодаря финансированию из республики, из инновационных фондов, у нас ведется активное строительство онкодиспансера, оснащение его оборудования. Мы надеемся, если с поставкой оборудования будут решены все вопросы, первая очередь будет введена в этом году. И продолжено строительство второй очереди, которая в следующем году будет введена в эксплуатацию. И параллельно строительство других медицинских учреждений, детских садов, школ. То есть ни один социальный объект не заморожен, и продолжается его финансирование строительства. Я доложил о том, что мы видим количество людей, которые воспользовались безвизом по всем направлениям, как белорусско-литовская, так и белорусско-польская граница, она растет. Конечно, по объему белорусско-литовской границы здесь больше людей приезжает, воспользовавшись безвизом. Мы не видим какой-то проблемы, связанной с данными визитами. Люди общаются со своими родственниками. Люди, даже если заезжают в магазин и что-то покупают, то, что им необходимо, наши граждане прекрасно видят, что у нас нет дефицита продуктов. И поэтому то, что кто-то их покупает и везет к себе домой за границу, ни у кого-то уже агрессивной реакции не вызывает. Но, знаете, этот безвиз способствует межличностным контактам. А все-таки дружба и хорошие отношения между государствами, наверное, начинаются с дружбы и хорошими отношениями между ее гражданами. Поэтому мы, со своей стороны, заинтересованы в добрососедских отношениях со всеми нашими соседями. И будем мы дальше стимулировать вот эти межличностные контакты, которые в какой-то мере все-таки философии никто не отменял. И количество когда-нибудь перерастет в качество. Что все-таки количество людей, иностранцев, которые приехали в нашу страну, еще раз убедились, что это спокойная, чистая, красивая, очень комфортная для жизни страна. Они смогут донести эту точку зрения до своих политиков. И взаимоотношения между нашими странами начнут улучшаться.